Прогуливаясь по пещерам Аляски, вы можете наткнуться на подобную страшную находку. И принадлежит она очень опасному и смертоносному существу, встреча с которым не сулит ничего хорошего. Вы на канале Знай ТВ, и сегодня мы посмотрим на североамериканского монстра, медведя Гризли в деле. Не забывайте оценить это видео, и да пребудет с вами медвежья якость. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Даже и не скажешь, что этот милый толстенький мишка, сидящий у ограды, один из опаснейших хищников на нашей планете. Хотя все же можно догадаться, если взглянуть, например, на его когти. Медведь Гризли, один из крупнейших охотников, и его средний вес держится в районе отметки 450 килограммов. Однако все зависит от ареала обитания, и на Аляске встречаются монстры весом до 600 килограммов. А если они встают на задние лапы, то высота такой машины может превышать 3 метра. Только сравните человека рядом с деревом, где чесался этот медведь. А например, в национальном парке Йеллоустоун, что является южной границей их обитания, мишки значительно меньше, и их масса всего около 300 килограммов. Что, впрочем, все равно в два раза больше черного медведя, и он старается не попадаться на пути Гризли. Само же название Гризли означает «седой», и медведь был назван так из-за сероватого оттенка шерсти. Но встречается он не у всех особей, и окрас Гризли варьируется от светло-коричневого до почти черного. Да и вообще, это не самостоятельный вид, а всего лишь подвид бурого медведя, который не отличается от него по визуальным признакам. И в настоящее время под медведем Гризли подразумевается любой бурый медведь, обитающий в Северной Америке. Это очень хорошо вооруженный зверь. Ведь когти больших Гризли могут достигать длины 15 сантиметров. Что в сочетании с огромной силой превращает лапы зверя в смертоносное оружие. А его клыки вырастают до 7 сантиметров. И укус такой пастью очень травмоопасный. Причем медведи это знают и не стесняются использовать свои зубы. Даже друг против друга. Но об этом позже. А его тело, несмотря на кажущуюся неповоротливость, это сгусток мышц и Гризли может очень быстро бегать. Он разгоняется до 60 километров в час и может долго преследовать цель. А кроме того, это превосходный пловец и дерево лаз. Так что скрыться от медведя для любого животного будет большой удачей. Но, как бы то ни было странно, это всеядные животные. И доля растительной пищи сильно превышает животную. Питаться клубнями, корнями, ягодами и прочей растительностью иногда бывает эффективнее, чем выслеживать животных. К тому же медведи не упустят момента съесть лягушку, мышь-полевку или других мелких млекопитающих. И, конечно, они невероятно ловко владеют своим длинным языком, при помощи которого достанут насекомых из любого укромного места. А если рядом есть море, то во время отливов можно полакомиться морепродуктами, чему помогают огромные лапы, легко раскапывающие ил. И такими когтями играючи открываются створки ракушки. Ну, или можно съесть ее сразу целиком. Кроме того, обоняние медведя одно из лучших на Земле. Оно примерно в 2000 раз острее человеческого и в 20 раз сильнее, чем у собаки-ищейки. А это позволяет одним из первых находить падаль, чему мишки несказанно рады. Ведь им нужно максимально набрать массу перед зимой. И рыбалка в этом деле – золотая жила для медведей. Когда лосось заходит в реки, жирная калорийная пища буквально сама идет в рот. Нужно только занять место получше. Зато какие красивые кадры можно видеть в это время. Нужно, наверное, иметь железные нервы, чтобы стоять так близко от медведей-гризли и снимать их рыбалку. Но при необходимости, медведь способен даже нырнуть на глубину, чтобы поймать рыбу. И ему это удается. Но для матери с медвежатами такое скопление медведей – это опасное место. Ведь самцы могут убить детенышей. И атака не заставила себя ждать. Но мать, несмотря на меньший размер сейчас, наверное, самый агрессивный медведь в мире. И самец понимает, что с ней не стоит связываться. К тому же, Драчун успел потерять место на перекате, и его снова придется отвоевывать. Но его соперник моложе и заметно крупнее. Так что старичок летит с переката вниз. И это крайне плохой знак. Ведь лососевый пир очень короток. Медведи вообще любят драться и делают это с самого рождения. Иногда они могут разойтись в своей схватке очень сильно и покалечить друг друга. Поэтому матери еще приходится следить и время от времени разнимать своих детенышей. Но более 50% гризли не доживают до своего первого года. И виной тому другие медведи. А зима совсем скоро. И чем севернее находится медведь, тем она дольше. Этим, кстати, обуславливается разница в размерах. Ведь на Аляске пережить зиму сложнее, чем в Йеллоустоуне. Отыскав подходящий холм, медведица вырывает вход в северном направлении и за несколько дней выносит из берлоги до тонны земли. Самки могут впадать в спячку беременными и рожают детенышей прямо в берлоге. Медвежата живут там до весны и питаются молоком матери. Поэтому ей нужно набирать дополнительный вес. В начале лета медведи-гризли все еще достаточно голодные. И они будут бросаться за любой добычей. Особенно такой легкой, как лосиха с телятами. Она не замечает опасность и сама выходит на косолапого. И медведь бросается в атаку. Мастерски отрезая детенышей от своей матери. Для этого теленка все кончено. Но и второй в опасности. Ведь медведь, спрятав добычу, бросается по следу в погоню. Правда, видео обрывается и результат преследования мне неизвестен. А на этом видео медведь вплотную подобрался к самке с телятами и их разделяет не более пары метров. Медведь замахивается лапой, но мать отгоняет косолапого. Ударами копыт. Правда, ненадолго. Ведь гризли просто так не сдается. Он выбирает момент и атакует одного из телят. После чего спокойно скрывается с ним. И мать может сколько угодно гонять медведя, но он знает, как добиваться своего. Точно так же он нападает на овцы-быков, обращая все стадо в бегство и выискивая самых слабых. А ими обычно оказываются самые молодые особи. Эти телята обречены. Здесь подобная ситуация, и медведь, добывая одного теленка, сразу бросается за другим. И всех их ждет такая же участь. Даже молодые бизоны не в силах ничего противопоставить гризли. Он просто наваливается на свою добычу и пытается ее повалить. И даже в воде бизону не удается сбросить косолапого. Так что медведь скоро вытащит уставшего соперника на берег. Хотя если бизон будет покрупнее, то все меняется с точностью до наоборот. А это удивительная погоня гризли за северным оленем. Их разделяет очень большое расстояние, но медведь не сдается. Он, не сбавляя хода, перепрыгивает через болото и бросается в погоню по воде. Трудно поверить, но медведь крайне быстро сократил расстояние до Карибу. И его шансы невелики. Вот и все. Этот хищник вышел победителем в упорной погоне. Хотя иногда бывает и такое. Снова охота медведя на Карибу. И как обычно он с добычей. Но эти оленята не такие простые. И когда медведь отходит проверить второго, первый вскакивает и убегает. Они смогли обдурить самого медведя гризли. И кажется, он недоволен. Кстати, волки тоже могут серьезно подпортить жизнь медведю и даже отнять у него добычу. Они действуют организованно, и мишке трудно противостоять таким соперникам. Так что лучшим вариантом будет побыстрее покинуть это место. Хотя медведи не упустят момента и разорят волчье логово, если его найдут. А с его огромными лапами это проще простого. Да и на людей гризли могут напасть. Хотя они не воспринимают в человека как пищу. Но в случае опасности медведь обязательно покажет себя. Хорошо, что звук мотоцикла отпугнул косолапого и спас эндуристу жизнь. И видеть медвежат у берега реки очень опасно. Ведь в любое мгновение на вас может наброситься их мать. Стоит отдать должное егерю, что быстро среагировал и выстрелом отпугнул ее. Но едва ли не самую сильную агрессию медведи проявляют именно друг к другу. Особенно в брачный сезон. Самцы встают на задние лапы, и их громкий рев раздается на всю округу. А затем в ход идут огромные передние лапы, которые наносят глубокие раны и, конечно, острые клыки. Медведи пытаются укусить друг друга за морду и повалить на землю. Только посмотрите на скорость их движений и ярость, с которой они сражаются. Выглядит, конечно, все это очень страшно. А это, пожалуй, самая яростная битва медведей, которая мне встречалась. Два огромных монстра встретились на зеленом лугу Аляски и не смогли пройти мимо. Сразу же боевая стойка и обмен сокрушительными ударами по голове. Медведи хватают друг друга за морды и пытаются повалить. Очень жестокая борьба. Они реально уничтожают друг друга, но никто не сдается. Раньше я думал, что кто-то из хищников может составить конкуренцию медведю. Но после просмотра этого видео даже не представляешь, кто ему сможет противостоять. Битва длится почти 10 минут, и это очень много для медвежьих схваток. А в конце концов, побежденный медведь преклоняет голову в знак своего смирения. Это была Великая Битва. Вот таким бесстрашным оказался североамериканский собрат Бурого Медведя. А я надеюсь, было интересно и ролик вам понравился. Тогда буду очень рад любой вашей оценке. Пишите в комментариях, возможно, я что-то упустил. Подписывайтесь на канал и не забывайте включать оповещения. А я с вами прощаюсь. Ненадолго. Пока.